Так, ну получается, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Это мое первое видео, которое я откладывала, наверное, полтора года. Почему-то все не решалось записать и выложить на YouTube, да и вообще, в принципе, вести YouTube-канал. Но сегодня захотелось мне все изменить, захотелось начать и исправить. То есть, тема сегодняшнего видео про одиночество, как раз актуальная на данный момент времени, да и вообще актуально уже, наверное, больше, чем полгода. Все это началось с сентября и по январе где-то, наверное, вот так вот. Вот, было прям такое чувство пустоты и одиночества, к которому я не была готова. И хочу подготовить вас, если кто-то с этим столкнется. Сразу говорю, не надо этого бояться. Сейчас я ценю, очень ценю этот опыт, который у меня произошел, потому что я наконец-то нашла себя, поняла, что я хочу, что мне нравится, чем мне нравится заниматься вообще, куда я стремлюсь. И это как раз в этом одиночестве. Но это не значит, что если кто-то в отношениях, то нельзя себя найти. Нет. Просто это такое время для меня случилось. Просто по моему опыту, когда я была в отношениях, я полностью растворялась. И вообще делала только то, что мой партнер хотел. А когда я вышла, да и вообще, в принципе, у меня поменялся круг людей, даже не поменялся, а со многими людьми я перестала общаться. Ну, тогда и началось, конечно, самое интересное. Во-первых, я вышла из сложного периода. В этом я почувствовала свою силу. Прям внутреннюю силу свою, которую я недооценивала. Вот. Поняла вообще, куда я сейчас хочу. Куда я стремлюсь. Да и вообще, в принципе, у меня появилась любовь к себе. И почему я вообще записываю это видео? Часто замечаю, и вообще у меня такое было, что я не могла переносить это одиночество. У меня были постоянно какие-то интрижки, если не отношения. Ну, либо отношения. Это не есть хорошо, потому что, во-первых, мы растрачиваем себя, растрачиваем свою энергию на людей. Во-вторых, это время можно потратить. Я еще раз повторяю, на поиск себя. В-третьих, если вот так вот вы перепрыгиваете с интрижки на интрижку, с отношений из отношений, значит, что-то вам не хватает. Значит, что-то вы ищете у других людях. Например, там, поддержку, любовь. Не знаю, что еще, заботу. Вот. И важно найти это в себе. Если мы говорим про любовь, про поддержку, есть одно очень хорошее задание. Я сейчас вам его дам. Сначала первую часть. Потом вы поставите на паузу. И я вам расскажу про вторую часть этого задания. Очень важно. Так, первая часть этого задания выглядит так. Так, вы берете бумажку и записываете туда, как меня должны любить. Приведу пример. Мне должны ходить, дарить цветы. Мне должны ходить за кофе. А мне должны покупать одежду. Меня не должны обзывать. Меня должны обнимать. Все такое. Вот. Теперь. Все. Вот это вот вы записали свое. На это задание 15-20 минут. Больше не надо. Все. Записали и хватит. Потом. Вторая часть задания состоит из того, что вы вместо того, чтобы написать, мне должны. пишите. Я буду дарить себе цветы. Я буду обнимать себя. Я буду ходить себе за кофе. Я не буду себя обзывать. Исследуйте этому списку. Это очень хорошее задание. И я хочу, чтобы вы потом, когда будете выполнить его или будете выполнять, поделились своим отзывом у меня в телеграм-канале. Я хочу создать телеграм-канал и чат, чтобы собирать таких вот девушек и парней тоже, чтобы у нас было такое комьюнити. Все мы общались и делились вот этим вот впечатлением. Вместе росли все. Поэтому я создам. Кто захочет, переходите. Я буду рада вас там видеть. Хорошие еще такие методики, задания. Это ходить в лес. Например. Знаю, неожиданно, неожиданно. Я вообще, когда один раз увидела на ютубе одну девушку, которая ходила в лес и снимала, то я подумала, она такая странная. Потом моя преподавательница по йоге тоже ходила в лес. Я тоже считала ее почему-то странной. Вот. А потом мой психолог тоже. И после моего психолога я не выдержала. Тоже пошла в лес. И теперь я не могу вообще без леса жить. Это очень хорошо перезагружает. И вот в этой тишине важно вообще без наушников гулять, без телефона. Просто погрузиться. Ходить. Быть в моменте. Быть здесь. Просто рассматривать. Просто концентрироваться на себе. Это очень хорошо перезагружает. И также хорошо перезагружает это медитация. Хотя бы перед сном ее делать. Хотя бы один раз в день. Вечером. Минут двадцать. Минимум. Это хорошо перезагружает. Это... Отдает ответы на какие-либо вопросы. Это приближает вас к себе. Это дает спокойствие. В общем, просто нужно успокоиться. Во-первых. Вот как раз пойти в лес, помедитировать. Обнулиться. Потом уже понять, чего вы хотите, куда вы стремитесь. Выполнить это задание на любовь к себе. Еще, конечно, можно представить себя через пять лет. Какая вы вообще? Прям в подробностях. Например, чем от вас пахнет? Как вы одеты? Какое у вас состояние? Как вы разговариваете? Кто рядом с вами, возможно? Какие у вас друзья? Исследовать это маленькими шагами. Вся сила в маленьких шагах. Это уже всем известно. Но почему-то все хотят все и сразу. Но нет. Терпение. Терпение. Также спорт очень сильно помогает. Ну, возможно... Я не говорю, что обязательно это какие-то там, знаете, силовые, как все представляют. Это спортзал. Там где штангу надо сжать. Нет, я вот, например, нашла себя в юге. Некоторые находят себя в растяжке просто. Что-то такое. Возможно, бег. Возможно, плавание. Вообще без разницы. Главное найти свое, потому что спорт – это очень важно в жизни. Он дает силу, он дает уверенность. Он дает энергию. Он дает фигуру красивую. Но мы сейчас говорим не про внешнее, не про внутреннее больше. Поэтому не надо загоняться из-за кого-то там, кому вы не нужны. Кто от вас ушел, кто вас предал. Предательство, оно быстро происходит. И не надо долго от этого отходить. Надо так же быстро от этого отходить. Все. Этих людей нет. Не надо мониторить никого. Не надо пересматривать, перечитывать переписки. Не надо. Все, успокоились. Успокоились. Все. Так, даю вам два дня. Даже один день. Пострадайте, все. Все, пошли дальше. Делать себя, создавать себя. Любить себя, уважать себя, принимать себя. Да. Это будет долгий, интересный путь. И не надо думать, почему он так поступил. Зачем он так сделал. Все, это случилось. Это не вы, это такой человек. Главное, не стать таким же человеком. Главное, быть собой. Знать чего-то хочешь. Также, выпишите, что вы получили из этой ситуации. Например, если была какая-то травматичная ситуация. Что ценного? Какой урок? Что это вам дало? Что вы поняли? И все. Наверное, это все, что я хотела сказать в этом видео. Пишите комментарии. Переходите в мой телеграм-канал. Я вас вам жду. Поэтому, да, как-то так. Всем спасибо. Всем пока.